План развития на среднесрочную перспективу теперь есть не только у Ирбита в целом, но и у нашей центральной городской больницы. Ее главный врач Александр Паньков не так давно завершил свое обучение в рамках государственного плана по подготовке управленческих кадров. Ну а его дипломной работой стала разработка проекта по развитию центральной городской больницы Ирбита. Мы в сегодняшнем состоянии, конечно, можем функционировать, мы умеем работать, но нам надо дальше развиваться, потому что задача гораздо шире. Сам по себе дипломный проект – это совершенно практическая вещь. Практичная, практическая. Так что сегодня именно этот документ предлагает вариант комплексного подхода к дальнейшему развитию больницы, включая ее преобразование в эффективный межмуниципальный центр, ответственный за оказание медицинской помощи жителям не только Ирбита, но и еще семи территорий Восточного округа. Понятно, что в основе его серьезный анализ, затронувший все стороны деятельности нашей больницы. Мы оценили обстановку, мы поняли, какие задачи стоят перед центральной городской больницей, какие задачи стоят перед центральной городской больницей, как перед межмуниципальным центром. Мы поняли, сколько и каких пациентов нам надо лечить, обследовать, диагностировать, перенаправлять и так далее. То есть все это было положено на вопрос изучения и исследования. И уже на основе полученных данных специалист, а это и сам главный врач, его коллеги из ЦГБ, а также привлеченные к работе над дипломом эксперты, были подготовлены больше 30 проектов, цель каждого из которых – решение вполне конкретных задач. Причем на самых разных уровнях, и часть из них уже начинает воплощаться в жизнь. Мы с вами взяли и объединили центр здоровья, периодический медицинский осмотр и профилактический медицинский осмотр. Если вы не заметили, то в отделении профилактики на Кирова 31 у нас сейчас больные идут все в одном потоке. То есть центр здоровья отдельно, допустим, не работает. Мы этим самым упорядочили все, мы специалистов рассадили по их компетенциям, то есть к ним больной заходит к конкретному специалисту, и мы убрали параллельность и дублирование функций. Мы объединили регистратуры, мы сделали единый колл-центр, который у нас впоследствии должен перерасти в глобальный колл-центр именно Восточного округа. То есть мы хотим управлять, регулировать потоки больных со всех 400 первичных участков. При этом, работая на перспективу, руководство больницы не забывает о решении тех вопросов, которые сегодня наиболее актуальны, в том числе по привлечению новых специалистов. Ведь именно обеспеченность больницы профессиональными кадрами – один из главных критериев, по которым ее работу оценивают пациенты, то есть мы с вами. Здесь работают все службы, и мы активно в этом участвуем. То есть мы приглашаем докторов, если вы видите, у нас пришел новый эндоваскулярный хирург, вот буквально с той недели работает. То есть мы понимаем, где нам нужно расти, мы активно приглашаем, обеспечиваем жильем и так далее. То есть вопрос, когда рябичане перестанут жаловаться на то, что нет специалистов, это вопрос, безусловно, времени, но я думаю, что это время настанет и настанет в среднесрочной перспективе. Ну и еще одна важная деталь. Основное направление предлагаемого руководством ЦГБ плана уже получили одобрение на уровне правительства региона. И хотя работы предстоит еще очень много, у нашей больницы сегодня есть реальные перспективы стать современным и эффективным медицинским центром, ориентированным и на помощь конкретному пациенту, и на развитие отрасли в целом. Если мы сделаем вот эти все шаги, то мы будем одной из самых привлекательных больниц в области. Мы будем управлять потоками больных, что для больных, безусловно, хорошо. И мы будем привлекать и реализовывать в том числе и задумки самих врачей, на что мы и настроены. То есть по каждому врачу мы понимаем, что у него тоже есть желание самореализации, карьерного роста, профессионального роста и так далее.